Добрый день, друзья! Здравствуйте! КХЛТВ приветствует всех! Дворец спорта Мегаспорт. И мы сегодня здесь продолжаем следить за предсезонным турниром Кубок Мэра Москвы по хоккею, естественно. Традиционный московский летний хоккейный турнир. 12-й раз он уже в этом году проходит. И открывают программу ЦСКА и подмосковный Витязь. Это моменты из первого периода. Швец Роговой после передачи Ержавика и Семина убежал в начале и отправлял шайбу в дальний угол в ворот. 1-0 пользу Витязи также в этой атаке поучаствовал Гребенщиков, делавший передачу на Лайнина. Да, дальше смотрим, что происходило во втором периоде. Опять же, первые минуты после перерыва и мощное давление от ЦСКА. Ежову приходится активно в поте лица здесь работать. Кстати, отметим отдельно еще и Ежова. У нас вот пока нет итоговой статистики по количеству бросков, но в любом случае это сухарь. И это сухарь против ЦСКА. Это всегда достойно. Но и Витязь, так выдержав этот стартовый натиск, во втором периоде тоже начал создавать моменты. И Ермака здесь мог забивать Юхансену, но не удалось переиграть. Вратаря не удалось в ворот попасть. Так, в первом периоде, да, выход, ну, фактически один на один швеца Рогового. И после этого заброшенные шайбы. И здесь тоже сначала выход Ермаки. Пристреливались, не получилось. А потом Макеев великолепно свой момент реализовал. Нельзя не отметить отличную передачу от Ержавика. Здесь такая передача на 40 метров. Хотя времени у него было достаточно, но она сама по себе тяжелая для исполнения. Надо сделать так, чтобы нападающий еще скорость не потерял. Иначе возвращающийся защитник и успеет его накрыть. Здесь Макеева хватило и скорости, и пространства, и свой момент великолепно реализовал. Алексей Макеев, 91-й номер хоккейного клуба «Витязь». Да, это 33-я минута матча. Счет 2-0. С этим счетом 2-0 второй период также и заканчивается. И смотрим дальше, что происходило в третьем. 20-м минутам отрезки. Вот тут атака ЦСКА, которая могла закончиться заброшенной шайвой. Но в итоге отоборонялись неплохо. Хоккеисты «Витязя» убежали в контратаку. И на этот раз уже сам Гребенщиков. Причем молодец, ты еще по ходу матча отметил, что не выключился из эпизода. Отдал передачу на Моисеева. Мог бы ехать меняться, в принципе. Но если бы он не поехал поддерживать эту атаку, этой шайбы, третьей шайбы «Витязя», так и не было бы. А здесь Гребенщиков поддержал атаку. Первым оказался на отскоке и сунел переправить. Не надо, там нужно одно касание. И здесь одного касания и в первом случае, и во втором случае одного касания хватило Нятнинину для того, чтобы изменить направление поезда шайбы и забросить две свои первые шайбы. Ну, а это третья шайба Йонаса Нятнинина. Здесь он делал передачу с разворота на своего партнера. Алтонин находился на дальней штанге. Но в результате рикошет. Рикошет очень неудобный для Ларши Юхонсона. Там Лайонин же, да? То есть это третья передача Лайонина, хет-трик Нятнинина и все с передачи Гри Лайонина. Да, и это большинство. Большинство «Витязя» удаления. В третьем периоде «Витязь» сумел реализовать. Поэтому да, пять заброшенных шайб, более чем убедительных. Хет-трик Нятнинина и одна из шайб заброшена в большинстве. Продолжение следует...